Казахстан 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 Безусловно, Казахстан, в общем-то, на следующий год будет отмечать 30-летие независимости. В общем-то, цифра не такая большая. И несмотря на эту, в общем-то, небольшую цифру, все равно вот за это время Казахстан, он, в общем-то, достиг очень высоких результатов. И, конечно, безусловно, есть вот этот момент зависти, когда хотят опорочить эту независимость. И, безусловно, то, что вы сейчас сказали, это относится именно к мифам. Миф первый о том, что Казахстан получил независимость как дар Божий, который свалился с неба. И если говорить именно об этом мифе, о том, что его можно спокойно развенчать, для этого нужно вспомнить, в общем-то, историю становления казахской независимости, историю становления вот этого духа независимости. Потому что дух народа, он должен формироваться. И это формирование, наверное, началось уже в 1918 году, когда группа политиков, группа казахских интеллектуалов образовала вот эту партию Алаш. Партия, которая стремилась к независимости. Именно они провозгласили автономию. И советская власть, учитывая это, она все-таки признала уже в 1920 году, что да, нужно организовать, образовать вот эту казахскую автономию, потому что есть группа людей, сплоченная группа людей, которые готовы это все оформить, готовы это все организовать. И поэтому, конечно, это все свидетельствует о том, что, начиная вот с этого года, в общем-то, у казахского народа, у казахстанского народа, мы можем сказать, формировался вот этот дух независимости. Ну, второй, в общем-то, известный миф, который озвучила, в общем-то, одна представительница либеральной демократии в России, значит, она написала, что независимость в Казахстане – это независимость по неволе, это как результат Беловежского соглашения. Ну, как бы Казахстану это не нужно было, но в итоге вот этого Беловежского соглашения, значит, пришлось стать независимыми. И тоже, конечно, этот взгляд можно пересмотреть, можно опорочить и доказать то, что, в общем-то, в Казахстане всегда было вот это стремление, всегда была тяга к независимости. И это, конечно, во многом было связано с тем, что Советский Союз – это, в общем-то, такое двойственное порождение, скажем так. Там было добро, но там было и зло. То есть вот изначально в Советском Союзе это все было заложено. И в связи с этим, конечно же, были проблемы, и эти проблемы, вот как показала практика социалистического строя, они, в общем-то, не были решены в Советском Союзе. И отсюда, конечно же, возникало представление о том, что казахстанскому народу нужно самому решать все вот эти вот проблемы. И отсюда, конечно, третий миф, о котором много говорят, что, в общем-то, Советский Союз, ну, как бы был абсолютным благом для Казахстана. Что Казахстан там очень комфортно существовал, вот, и поэтому вот эта независимость, она только мешает. А то, что сейчас происходит в Казахстане, это уже тройбализм, это феодализм, это политический регресс. Вот. На самом-то деле, конечно, я еще раз подчеркну, что в Советском Союзе было много достижений, скажем так. Казахстан превратился, в общем-то, в аграрно-индустриальную республику. Это имело огромное значение. Вот. Но в то же время нерешенность языковой проблемы, нерешенность экологических проблем. Очень много было, возникло проблем в связи с урбанизацией. Вот. Все эти проблемы, почему-то, вот, в 80-е годы, они слабо решались. Или, скажем, что вообще не рассматривались. И, конечно, это порождало недовольство. И отсюда, в общем-то, возникало желание, возникало стремление самим решить все эти проблемы. И сегодня мы можем сказать, что Казахстан, он, в общем-то, решает и решил уже многие проблемы. Ну, и очень часто вот этот процесс деколонизации рассматривают как борьба казахов против русского языка, русской культуры, русского народа. Это вот глубочайшее заблуждение. Это, можно сказать, четвертый миф, который возникает в связи с этим. Потому что, на самом-то деле, деколонизация, она связана совсем не с этим. И то, что происходило в Казахстане, те проблемы, которые возникали в эпоху Советского Союза, они не были связаны никак, в общем-то, с русским народом. Это все было порождение партийной номенклатуры, партийной элиты. А мы знаем, что партийная элита, она, в общем-то, была многоликая. Там не одна только нация, там как раз именно русских там, может быть, меньше всего было, скажем так. И, естественно, что вот эта вот партийная элита, она олигархизировалась постепенно и совершенно не слышала свой народ. Ну, я думаю, насчет развенчивания мифов достаточно. Багин Гуль, этого Жанна, я хочу. Вот в День независимости мы не можем не вспомнить декабрьские события в Алма-Ате 1986 года. Вот в контексте новейшей истории современности. Прямо так вот, коротенько, что это было, как это было. Там была метель 1986. Вот дайте нам истории. Дело в том, что сейчас очень много печатается об этих событиях. Очень много говорится. И сняли документальный фильм. Сейчас художественный фильм уже поднял. Сняли великого героя Кайрайтера Склубекова. Но мне кажется, что оценка этих событий, анализ этих событий еще очень-очень-очень не соответствует тем объективным событиям, которые были тогда. Объективность этих событий в том, что действительно Дин Мухаммед Ахмедович, долгое время руководящий Компартией Казахстана, по причине здоровья уходит на пенсию. И вместо него назначили им Геннадия Васильевича Колбина. Это было 11 декабря. 16 декабря печатается уже в печати. И молодежь... Представитель этого Ульяновского обкома партии. Да, он был председателем Ульяновского обкома партии. О нем никто не знал. И поэтому уже 16 декабря вечером, 17 декабря события были. 17-18 самый накал событий. Собирается на площади. Площадь тогда назвали именем Леонида Ильича Брежнева. И вот перед ЦК Компартии. И вопрос такой. Кто пришел? Это студенты, в основном, первого, второго курса. Это были студенты, например, Казахского института искусства. Алматинские вузы. Да, алматинские вузы. Алматинские вузы, они собрались, вышли на мирную демонстрацию с лозунгами. Да здравствует ленинская политика. Каждый народ имеет право на своего вождя. Никаких, будем так сказать, террористических или там свержения власти. Никаких таких агрессивных. Призывов не было. Да, призывов не было. Но в ответ на это, будем сказать, правительство, будучи обучены, были определенные политые установки, политые технологии. Раз собрались люди, выступают, бунтуют, нужно было подавить. И вот тогда в ответ на это собрались, чтобы подавить этот бунт, как они считали, волнение, как говорит, Джель Токсант Котирлица. И вот их начинают подавлять. Была попытка договора, была попытка делать. Но очень кратчайше. Например, в фильме, как зажигали звезды, там, Нурсултан Абишевич, буквально на две минуты ему дали слово, идите, поговорите с народом. Но тут начинается операция по погашению этого бунта. Огромное количество военных объединений было собрано. Например, к чести военных, я бы хотела сказать, главнокомандующим среднеазиатским военным округом, генерале Лобове. Так вот, Лобов, например, отказался со своими веренными войсками и подавлять восстание молодежи. То есть тогда были все люди. Да, уже тогда разочтения были. Например, многие политические деятели говорили о том, что нужно все-таки договориться, нужно поговорить. Вообще студенты, молодежь, они пришли выслушать, что происходит вообще. Они хотели услышать ответы на те наболевшие вопросы, которые у них были. Потому что дальше жить так, как было, уже невозможно. И в ответ на это начинается разгон этих демонстраций. Здесь пострадали девушки. Вот как раз с чего-то началось. Девушек начинают избивать, притом дубинками, саперными лопатами. Парни, конечно, их это очень встревожило, обеспокоило. Они тоже начинают сопротивлять тем ребятам в военном оцеплении. И вот начинается потасовка. Стрельбы не было как таковой. Их разгоняли саперными лопатами. И, что удивительно, их поливали ледяной водой. Это в знаменитом, это в Алмате, где ночью минус 25, минус 30 градусов. Это было очень холодно. Да, в декабре. И вот что происходит. С 17-го, 18-го их разогнали. Их разогнали. Был специально разработан план Метель 86. И было арестовано 8500 человек. Огромное количество. Вот что у них говорят. Вот погибло два человека. Там Савицкий, один 16-летний паренек русский погиб. Один Лискинец. Но 1772 казахов пострадали. Это официальная статистика. И когда вот 17-го уже разогнали, начинается действительно процесс клеветы, охота за ведьм. Почему? Потому что идет преследование. Очень много людей были просто-напросто согнаны в стадион. Там они уже проходили через КНБшные вот эти кабинеты. А многих просто побили, раздели. И там за город вывозили грузовиками, бросали там девушек, парней. И вот сколько человек там погибло вот именно от холода, от мороза, от побоев. Об этом опять-таки не говорится. Мухтар Шаханов и очень многие люди поднимали эту проблему. Сколько было действительно тогда пострадавших. Но об этом история ума только вот говорится так. 8500 было арестовано. И вот начинаются суды. Начинается суды. Как раз таки в 87-м году, вот в июне месяце, был главный суд над Хайратом русскобегом, где его приговорили, помимо других статей, 173-я статья. Это убийство по неосторожности. Его приговорили к смертной казни. И как раз таки в июле выходит постановление Верховного ЦК КПСС о деятельности казахской партийной организации по интернациональному патриотическому воспитанию трудящихся, где действия участников декабрьских событий 17-18 декабря, они были объявлены как казахскими националистами. Понимаете? И самое главное, что это выступали люди, которые были, в общем, будем так говорить, пьяницы были. И этот ярлык. Да, ярлык, да. И вот как раз таки, когда арестовали его, Раскулбекова, тут начинается мощная волна уже за рубежом. Они, в принципе, слышали, что было, как было. Но я хотела бы сказать по поводу охоты на ведьм. Здесь огромное количество людей, коммунистов, комсомольцев, потеряли партбилет. Официальная статистика. 52 коммунистов потеряли партбилет. Это же считайте, работу потерял все, да? Вне закон. 787 комсомольцев были исключены из ВЛКС. Только ректоров, 12 ректоров были освобождены от должности. В том числе Желдоспеков, Казгу. Он был ректором, академиком Академии наук Советского Союза. И вот его сняли с должности. С должности сняли ректора Флагмана, она тоже Института народного хозяйства. И очень много других. Тут нужно, я еще раз говорю, думчиво, очень аккуратно рассматривать, что же было вот тогда. И какой резонанс был. Хорошо. Вы знаете, Жанна, вот все-таки в такой вот день праздничный, наверное, я думаю, что в душе каждого казахстанца все равно вот есть какие-то свои воспоминания, свои соображения. Вот для вас, вот как для философа, который не первый год изучает вот этот вопрос, что для нашей страны означает независимость? Вот я вот так вот спрошу вас. Ну, независимость для Казахстана, вот учитывая вообще все вот эти вот события, это, безусловно, возможность развиваться самостоятельно, опираясь на свои собственные национальные ресурсы, на свои собственные национальные силы, опираясь на цивилизационные факторы, такие как язык, религия, наука, духовность. И, конечно, если мы говорим о независимости, то здесь нужно говорить о том, что независимость для Казахстана – это исторический шанс решить все те проблемы, которые не были решены в эпоху Советского Союза. Это исторический шанс освободиться, в общем-то, от всех своих обид, от комплекса неполноценности и действительно устремиться вперед. И, наверное, вот в этом заключается независимость для Казахстана, действительно, вот освободиться, освободиться от всех вот этих исторических обид, все то, что накопилось за эпоху становления Советского Союза. Багиулта Башанна, вот Вы говорили, что в 80-е годы мощная такая волна возмущения по миру прошла, вот тогда же и, по-моему, был такой момент, вот вопрос о приеме вузы Казахстана в те годы, вот как стоял? Да, вот нужно сказать, что этот вопрос неоднократно поднимался, в том числе в январе 87-го года, как раз-таки перед судом над Раскулбековым, было совещание КНБ, там 5-е отделение было КНБ, полковник Нурмаханов выступал там, и он говорил о том, что растет национализм среди молодежи. Почему? Приводит пример, например, Казгу, там 70% студентов являются казахами, 80% казахов это преподавательский состав, а в других вузах Алматы, как он говорит, еще говорит хуже ситуации. Ему, конечно, в ответ говорили такие данные, как если взять статистику того времени, например, вот вузы Алматы давали документы 24-26 тысяч абитуриентов, принимали только до 7 тысяч абитуриентов, поступали. Из них 2000 абитуриентов это были русские, только русские, понимаете, да, я не говорю уже о узбеках, но другие, да, и казахскоязычное население, казахскоязычные студенты, это уже входит в другую категорию. И вот несмотря на это, несмотря на это, как раз-таки многих ректоров обвинили в том, что они проводят искаженную национальную политику. И вот такой вот, они вот этот национальный вопрос, какой-то прессинг какой-то произошел, и очень много ректоров, потому очень серьезных ученых, людей с мировым именем, они были освобождены от должности. В том числе, уважаемый академик Желдоспеков, например, я закончила КАЗГУ, я закончила в июне 86-го года, и в моем дипломе подпись ректора Желдоспекова, но его в 86-м году освобождают от должности. Особождают от должности и ректором Института народного хозяйства, два флагмана, конечно, и Национальный институт искусств и другие. Это, как говорится, охота на ведьм была очень-очень-очень серьезной. Им было выгодно убрать вот эти национальные серьезные кадры, я имею в виду ученых с мировых, и поставить тех, кто были послушные, вот командно-административной системе. Вот это очень серьезно, когда вот вертикальная система, она сверху назначала, и вот чтобы их, как вот эти послушные были винтики. Иначе, иначе, они видели, что вот, как Горбачев в это время, он же, проразгласил же демократические принципы, но на самом деле этот механизм, он не был ни проанализирован, он ни действовал. Гласность особенно. Да, особенно гласность. Гласность, извините меня, превращалась в словоблудие, извините меня за это слово, да, говорили что угодно, как угодно. На самом деле, как говорится, кому жилось в Советском Союзе хорошо? Вот вопрос какой. Стагнация в экономике, мы откатывались все дальше и дальше от тех достижений, которые реально были, реально были. Такие были у нас действительно завоевания и в экономике, и в политике. А науку, если мы возьмем, мы ни в чем не уступали американской или английской, или японской какой-то науке, но мы откатывались назад. Наука, культура была как остаточный принцип, но и тут, конечно, поднимается такой националистический жопов. Вот как раз таки в 87-м году как пошло вот это, вот казахи националисты, тем более, тем более, это сейчас мы говорим о кибербоулинге, то есть клевете по интернету, а тогда все СМИ пестрели вот этими заголовками, вот они, враги, такие-сякие, пятые-десятые. Сколько людей, но если говорить вот действительно о реальных, например, Руссклубеков, вот он написал свои, писал свои стихи в застенках, он выступал. И вот как раз таки вот широкий резонанс в том, что ведь смертный приговор заменили же благодаря, благодаря именно тому, что вмешалась мировая общественность. Писатели, только вот в Польше, в Венгрии 47 лучших людей, общественников, политических деятелей, писатели, они выступили за отмену смертной казни. И смертная казнь в 88-м году в апреле была заменена на 20 лет отсидки, но он-то в пересылочной тюрьме все равно в Семипалатинске был убит. Вот вопрос какой. Понятно. Вальгина Алимжанна, вот если говорить, ну, итоги независимости вот за эти 29 лет, вот что бы вы тут отметили? Ну, действительно, за 29 лет Казахстан достиг очень многого. Начнем с того, что когда-то Казахстан был одной из 15 республик Советского Союза. Сегодня Казахстан известен всему миру как самостоятельное государство, которое успешно развивается и ведет активную внешнюю политику. Начиная с первого шага, когда Казахстан отказался от ядерного оружия, когда Казахстан, в общем-то, провозгласил миролюбивую внешнюю политику. И самое главное, что Казахстан, в общем-то, позиционировал изначально себя как диалоговая площадка между различными культурами, Западом и Востоком. И в своих вот дальнейших шагах республика, молодая республика, она постоянно это подтверждала. Значит, во-первых, постоянно проводятся съезды, в общем-то, религиозных лидеров. И дело в том, что на этих съездах решаются очень глобальные и очень злободневные проблемы, там, связанные, допустим, с терроризмом. Затем выставка Экспо-2017, да, где Казахстан, в общем-то, открыл двери для всех, для технического творчества, для технического совершенства. Ну и декабрь 2010, да, представительство ОБСЕ. Да, представительство ОБСЕ. В общем, ну и, наконец, мы можем сказать, решение сирийской проблемы, это тоже достигнуто с помощью Казахстана. То есть, действительно, Казахстан, он открывает двери для всех, он готов выслушать всех. И он способствует все время вот этому миролюбию, дружеству. И вот это вот желание Казахстана, конечно, оно поддерживается буквально всеми странами. И поэтому не случайно, в общем-то, инвестиционная политика связана с тем, что инвесторы стремятся вкладывать свои деньги, значит, в казахстанские проекты, потому что они знают, что Казахстан – это дружественная страна. Ну, изначально, конечно, чего смог достичь Казахстан? Мы можем сказать, что это три основных фактора. Казахстан создал свое собственное государство, Казахстан создал свою экономическую структуру, мощную экономическую структуру. И самое главное, Казахстан, конечно, изначально стремился к процветанию и благополучию своих граждан. И до сих пор Казахстан стремится к этому и достигает здесь очень многого. Но я могу сказать, что вообще здесь можно говорить, что сегодня казахстанское государство, которое является социально ориентированным, плюс ко всему мы говорим «слышащее государство», которое реализует очень сложную политику – гармонизация свободы и справедливости. Вот мы уже с вами об этом говорили, да, то есть капитализм, он дает свободу, социализм стремится к социальной справедливости. Сегодня почти у всех, в общем-то, молодых стран есть вот эта возможность достичь и свободы, и социальной справедливости. Это очень сложная задача, но дело в том, что изначально, в общем-то, руководители казахстанского государства, они каждый шаг продумывали, каждый шаг продумывали. И здесь разрабатывали всевозможные программы, да, то есть программы, которые являются фактически парадигмой современного развития. Ну, первая программа, мы знаем, Казахстан 2030, вот, и те задачи, которые поставил тогда Нурсултан Назарбаев, мы, в принципе, уже достигли, да. Ну, и дальше уже идут следующие программы, дорожная карта, Мангалик Ель, Рухани Жангуру, и все эти программы направлены в будущее. И здесь, как раз, в общем-то, рисуются очень четкие силуэты, каждая программа продумывается до конца, и благодаря этому развитие Казахстана, оно является вот таким именно планомерным. И поэтому, конечно, Казахстан достигает очень многого, вот, те задачи, те цели, которые ставит перед собой Казахстан, ну, а главная цель, конечно, Казахстана, это благополучие всех граждан Казахстана. Ну, вот, прощаясь сейчас с телезрителями, я, знаете, хочу напомнить слова нашего президента о том, что народ, помните, он сказал, может сохранить свою независимость только в рамках сильного сплоченного государства, и поэтому при всем, вот, многообразии мнений, главное, как он сказал, чтобы не ослабить нам фундамент, на котором стоит, зыждется наш независимый Казахстан, наша страна. С праздником вас! Спасибо, что, несмотря на то, что Красный день календаря, у вас выходной день, вы согласились, приехали к нам в студию, и с праздником, конечно, наших уважаемых телезрителей. С праздником и всего самого доброго! Всем, всем, всем!